приветствую вас аноним ну если говорить глобально что побеждает следить женщину за соседию другой женщины, другой женщины своего мужчины, бывшей женщины. Некая незавершенность. Понимаете, отношения, человеческие отношения проходят некие, можно сказать, стадии. Есть стадия знакомства, есть стадия, там, влюбленности, ну или романтическая стадия, как ее иногда называют. Вот. Есть такая вот стадия, когда все более-менее устаканивается. Есть стадия, когда все более-менее становится нормально, когда все более-менее становится адекватно. Есть такая стадия, когда, знаете, ну, отношения, в общем, приходят в определенную норму, да, вот я бы так сказал, в определенную норму приходят отношения. И когда такие отношения в норму не приходят, когда кто-то из партнеров, в данном случае можно, ну, наоборот, в данном случае можно, так сказать, по девушку, которая следит за вот соцсети бывшей девушки своего мужчины. Ну, значит, когда отношения так в норму не пришли, когда еще происходит какое-то, вот, знаете, внутреннее удержание, вот, желание удержать человека. Такой вот, немножко незрелый, свойственный для ранних стадий отношений на вектор поведения на собственность по отношению к партнеру. Вот в таких случаях, как правило, происходит слезка в таких случаях. Ну, там, безусловно, есть, безусловно, есть, ну, другие причины, безусловно, тоже есть, да. Ну, вот, причин может быть много. Ну, опять же, опять же, там, и, там, если мы говорим об индивидуальных особенностях человека, то это может быть, вот, и ревность, и какая-то неуверенность в себе, и страх потерять человека, и, еще есть, ну, разного рода нюансы. Вот, то есть, то есть, вообще говоря, ну, ситуация, она такая вот, она достаточно многогранна, потому что очень многое зависит от личности человека, очень многое зависит от того, того, кто непосредственно находится в отношениях, да, что за люди находятся в отношениях, что они из себя представляют люди, вот. И, может быть, есть некая незавершенность отношений у мужчины с бывшей девушкой. Это тоже важно, потому что важно понимать, что женщина, она может чувствовать, она может чувствовать, что, эээ, вот такая незавершенность присутствует. Если такая незавершенность присутствует, то, извините, девочка будет судить, потому что, эээ, будет, эээ, чувствовать некую угрозу, эээ, от вот этой самой девушки, даже если она ничего не делает, эээ, даже если она никак, ну, вот, эээ, даже если она, эээ, никак вообще себя не проявляет, даже если она никак, вот, негативно себя не проявляет, то есть, если она даже, эээ, ничего не делает, эээ, по отношению к мужчине своему, да, если у нее там уже, там, другой мужчина, новый, она, с ним уже давно, ну, все равно, как бы, если есть некая незавершенность. Эээ, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, эээ, как бы могла проявляться незавершенность подобная. Вот здесь очень интересный, на мой взгляд, момент. Дело в том, что, ээ, незавершенность может проявляться в том, допустим, что мужчина не проявляет должного внимания к женщине, ну, по ее мнению, конечно. Вот, и так далее. То есть, вообще говоря, ну, довольно много, может быть, всяких причин и оснований для подобного. Вот, и, тут самое главное, вот, самое, что главное, что вот, ну, самое, что вот нужно понимать, это то, что не особо, эээ, как бы, женщина воспринимает какие-то логичные доводы мужчины, она, женщина я на виду, эээ, воспри, воспринимает, эээ, то, что чувствует. И если она чувствует какую-то, вот, неуверенность, то она, ну, и будет, как бы, в соответствии с этой, вот, неуверенностью, она и будет, эээ, ну, ну, двигаться, она и будет, эээ, в соответствии с этой неуверенностью действовать. что по-другому она не может, вот, и всё, собственно. Поэтому тут всё взаимосвязано между собой, да, и нельзя сказать, что вот эта вот женщина, да, виновата, что это она вот следит там, у неё ревность там и так далее, вот. Ревность, да, ревность может быть, безусловно, ревность очень часто бывает, может быть ревность это как раз проблема женщины, да, такое может быть, ну ни в коем случае не дают отрицать, ну что может быть ревность, но довольно часто, довольно часто проблематика может быть не обязательно в ревности, довольно часто проблематика может быть, ну в других как бы моментах, вот, и это тоже, на мой взгляд, нужно учитывать, на мой взгляд, это нужно обязательно, вот как-то во внимание принимать обязательно, вообще в порядке, вот. Это то, что я могу вам ответить, я не знаю, правда, кто вы, мужчина, мужчина или женщина, вот, но я могу вам дать вот такой ответ, собственно говоря. И я надеюсь на то, что вам это поможет, вот. То есть причины, причины как таковые, причины здесь, наверное, не столь важны, да, то есть неважно почему, вот, важно именно то, что вы, сами, вот вы здесь, сейчас, делаете, для получュers чтобы это продолжалось, чтобы это происходило дальше, вот. И вот нужно своим поведением, да, с твоей стороны убрать, убрать, скажем так, основание, убрать основание у участников этой ситуации, да, вот, как действовать? Ну, я думаю, я думаю, такой ответ я могу вам дать. Ну, я надеюсь, только что это полезно вам будет, вот. И вы для себя сделаете выводы какие-то, вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что это немножко произнило ситуацию. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok